так мы вновь возвращаемся на раке с 23 день нашего приключения вот мы нашли льета кальн самую нашли тихая туек водяную ловушку вот пока отказались от воды жизни что нам говорит стиллер старая древняя древняя мечта временно вегетация на дюне это может быть оружием против арконе на так далее тому подобное но я это я уже все объяснял так еще не говорит всякие приятные бесполезные вещи она очень красивая девушка этим цена собственно я думаю что можно уже потихонечку начинать то чего все долго ждут именно войнушку о нас тут уже вот аж эксперт по армейским делам мы его отправим заниматься делом то есть шпионить шпионить что значит шпионить значит искать арконинские крепости вот пусть ищет найдет определит сколько там войск и так далее и вот кстати у нас еще деревенька нарисовалась еще одна друг откуда не возьмись орвестера нет рядом орвестер есть не рядом к сожалению они тут ходят только в очень ограниченных радиусах а хотя мы сейчас делаем по-хитрому мы из этого чувака сделаем у кого газ и пошлем его ой нет не туда его послал хотя нет туда так короче делу к ночи войнушка как тут выглядит войнушка вот дело в том что у харконина очень серьезные войска они изначально как бы считаются получше наших вот поэтому никаких сражений один на один и защищайтесь благородных сэр тут близко быть не должно тут все гораздо банальнее то есть наваливаем секси толпой мочим захватываем и форт всех кого можем истребляем то есть грубо но эффект эффективно кстати вот можно сейчас летать вот сюда кто на тарбор дело в том что тот персонаж который меня в пещерку не пускал он не пускал потому что там ветряная ловушка мне тогда про это знать не полагалось сейчас я уже как бы вошел в доверие у меня вполне туда пустит и главное шансом отсюда уйдет вот их 1740 человек принципе я думаю что из него можно сделать военного и послать и выискать ножики вот самому вернуться вот куда-нибудь сюда потому что нам надо сейчас проспектора послать дальше то есть этот процесс должен быть абсолютно бесконечный пока есть куда проспекта должен бегать ты 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 побежал тарбор вам пришел тут же начал ловушку туда убить это неправильно где там у нас сидел гражданин лет конец психая клаван сидел амада есть все есть для психая туек же не помню так вот он говорит что временно ему помогают подготавливать семена так пусть помогают они тут будут выращивать семена потом всем раздавать вот гражданин нас нашел харконинский форт бледанти мим 1 харконинская рожа наглая они очень опасны говорит нам эксперт в армейских делах я думаю что в шестером мы как-нибудь совладаем да это бог вот у нас как вы понимаете уже достаточно расширились на шее телепатические способности что мы можем достаточно так вот понеслась 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 всю толпу сразу кидаем на штурм в они там одновременно дошли и всем раздали люлей а вот вот сюда мы еще не скоро дойдем у харкони на атакуют очередной наш уже прям совсем рядом с дворцом да что ж такое то ну ладно нет на самом деле это не страшно они пусть атакуют это все равно мы с работаем эффективнее в концовке так пока я летал тут у нас форт захвачен но тут они захватили другой форт то есть произошел некий размен сейчас надо зайти в дворец пообщаться с нашим секретарем данконом так что у нас совсем два дня осталось а я ей короче времени у нас как раз только слетать в этот захваченный форт и вернуться сразу уже платить императору там скоро нас кто на тарброй болезнь ох помню помняет эпизод надо будет туда потом ну точнее сейчас слетать и оставить там чаем она умеет их лечить вот временно короче переделывают этот порт в сечь а кого мы тут видим мы тут видим пленного времена вот мы его естественно подряжаем на работу посмотрим 1310 человек мотивации 21 процент ладно укомплектуем его ножиком так это лучшему нашему убийцу дадим лазерный пистолетик короче нам сейчас надо слетать в ту на тарбу господи еще бы вспомнить где это шаха я клан шаха я карк стенд арбур окстин тэ как сентимен вот вот да то есть чем дальше по сюжету тем больше вот именно игра превращается в такую тактическую штуку оба не оторвать оба нету и то я оба не тимин картакту и тона тимин вот времен чип так чане вот то есть чане у нас работает над лечением этих ребят она умеет правда это плохо кончится но ничего страшного так посмотрим насыщенность спайсом этот вот человечек он явно отсюда уходит другое место и вот этот человечек явно отсюда уходит тоже в другое место тому как тут уже со спайсом все совсем плохо так где наши проспекторы они идут работать вот сделать одну важную вещь нам надо слетать сюда как назло а как только улетел проспекторы закончили работать и император ту же прислал цедулю нам нужно забрать отсюда горни хелика и отвести его дальше туда где у нас работают военные ах чуть-чуть не хватает мощи тут до проспектора дотянуться короче мы летим в новый сечь оставляем здесь горни хелика и посылаем чувака шпионить дальше а сами возвращаемся во дворец короче пока мы летим во дворец я предлагаю поговорить о том как на самом деле развивалась война на ракесси там дело в том что аркунина когда вышвырнули от ридисов из картага грохнули герцога вот они заняли как бы его место и не была та же самая задача что его 3 диск то есть как можно больше спасти из планеты выжимать отправлять императору но себе там естественно оставлять вот и барон владимир харкунин назначил на на эту работу своего племянника рабана такого жестокого и не очень у него персонажа вот собственно задумка была что раба сейчас затерроризирует всех жителей аракиса а потом на его место придет фейд раута вот и как бы облегчит всем жизни все его за это полюбит вот кроме того барон он же тоже был не дурак и он понимал примерно то же самое что говорил туфер халат о саузе 2 и аракисе что это очень похожие места он считал что если чем больше терроризировать временов вот тем злее они будут и фейд раута потом сможет как бы из них сформировать себе войска но вот тут нашла коса на камень завелся среди временных муадиб то есть мы вот и устроил против раба на партизанскую войну то есть если вот в игре мы берем порты то на брама не там основной удар был не по поселениям харконина а по производству спайса то есть просто не давали выполнять норму так сказать вот из-за чего возникли известные проблемы вот у барона с императором чем это кончится мы посмотрим попозже ну пока вот наша задача в игре это брать фарты и потихонечку выпихивать харконинов туда ближе к дворцу развивая войска одновременно усиливаю его там перевооружая ну вот мы захватываем оружие во вражеских фартак вот мы захватили лазерный пистолетик это хорошо сейчас мы просто немножко мечемся а потом когда процесс устаканится мы посмотрим как там проходит собственно батл как там эти времена нам пишут донесение о том что мы убили столько-то столько то просто сейчас как какой такой динамичный период в игре что никогда голову поднять да то есть приходится очень быстро бегать туда-сюда и соответственно потому что вот это вот уже от императора он недоволен вот отданка на едахо так что приходится очень быстро бегать и рапорта шадам 4 сколько 7 у нас 24 тысячи кило да это хорошо так давай конечно все надо послать мы пошлем базару 0 то есть очередные 10 тонн 7 тонн наркотиков ушли в офис через сколько дни следующий заказ нормально что там нам мама ничего не скажет короче мам нам сказала что я правильно сделал что не стал пить воду жизни потому что это стрёмная штука и пока я не чувствую себя окончательно готовым лучше этого не делать сейчас мы еще входим в пустынку стил готов хвалит мои глаза это приятно он то в этом толк понимает так а мы посмотрим на карту все таки придется скоро водичку жизни выпить но но чуть чуть попозже так у нас добывают 100 килограмм в час нормально он говорит что приближается червь но у него есть ранитоптор мы успеем свалить только вот что-то очень мало добывает хотя вроде здесь насыщенность еще более-менее терпимая вот ладно где наши проспекторы вот наши проспекторы соответственно раз-два-три пошел разведывать у вас тут что выращивают семена так что она здесь да вот тут уже почти кончился спать вот а мы полетим следующую драку так девушка всех вылечила девушка молодец нам к сожалению сейчас не на нее ой не 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 вот порты летать на орнитоптерах нельзя собьют как нечего делать вообще без вариантов собьют грохнут как папу потом придется перезагружаться пусть они его сначала захватят что нам говорят наши любимые шпионы эксперт в армии 39 процентов мотивации началась драка драка выглядит вот так как арм рестлинг пока они только начали атаку вот так вот замечательно 500 человек они убили вот без всяких потерь так что я думаю что особых проблем у нас не будет нам надо в этом форте сидящий дождаться пока они этот фортик возьмут вот и сразу завести им туда гурень хелик то есть вот процесс должен идти безостановочно тогда очень скоро все эти дурацкие харконины они просто уже не будут успевать меня атаковать будут только защищаться 1000 харконинов убил какой молодец хороший парень 220 убил тоже молодец 180 убил 60 молодежь наша подающая надежды не с одними ножиками 40 аркониных убил народу поменьше мы давим гнутся шведы точнее харконины сейчас нам дождаться пока не возьмут этот фортик а тем временем надо взять с собой гурни хелик а вот потому что у него теперь такая задача он должен как бы автоматом бегать зовут за этой вот ударной группой и постоянной их подтаскивать тренировать полторы тысячи харконинов убил какой молодец приятно посмотреть 440 без потерь все то есть внезапная атака из песков в принципе это вполне соответствует книжке потому что там как раз херберт он подчеркнул что там разница в качестве между войсками временно харкониным просто космическое вот особенно когда полых натаскал то у книжки он их тренировал все захватили сейчас мне доложат ура ура победили гнутся шведы все дела вот мы летим туда сразу же оставляем гурни хелико ну и соответственно пока они не так тут заключенных нету к сожалению ну и ладно вот зато тут есть еще один лазерный пистолетик вот следующему дадим вот так вот и все и теперь мы ждем когда они доделают а тем временем она надо слетать в ту на тарб и забрать отлучение пока с ничего не хорошего не случилось ой случилось они украли это нехорошо нас девушку сперли правильно так отвратительно просто а и тут же пришло сообщение во дворец так короче вот этого гражданина я думаю надо отослать если получится вот сюда а нет уже не получится тогда вот сюда поближе к линии фронта вот самим надо лететь во дворец потому что нам там сейчас чувствую расскажет что случилось с тянем как мы понимаем ничего хорошего даже уже стилкер напоминать что у меня в радио рубки там сообщение ну естественно как ожидалось фейдраута харкунин очень нехороший фейдраута спер у меня чане короче это конечно все очень плохо что у меня сперли чане из-за этого падает мотивация временов но с другой стороны тут верховат говорит что она скорее всего не во дворце а в одном из фартов о тихонечку растет у нас производство спайса это не может не радовать так посмотрим на карту какие у нас ближайшие планы эти переделывают ford пока не вот тоже такая немножко раздражающая мулька они пока этот форт не переделывают они вообще никуда не пойдут то есть будут там сидеть как прибитые так где мой проспектор проспекта работает хорошо так далековато то есть чувак сажает семена ждем пока семена вырастут чего бы такого сделать плохого си спайс дэнсити тут пока спать есть пусть копает ну я думаю надо лететь в свеже захваченный ford скоро они его переделывают а как только они его переделывают мы пошлем соответственно шпиона шпионить дальше вот то есть тут наступает такой стратегический этап игры когда в основном идет войнушка то есть в принципе можно сейчас поговорить о том что нам грозит в исторической перспективе в исторической перспективе мы срываем харкони нам поставки спайса а вот у них начинаются проблемы у них начинает обижаться император по игре он из нас из них смазь требует а вот по книге как бы как я уже сказал пол сорвал поставки спайса и соответственно барона харконина вызвали на ковер к императору раба ну отрезали голову вот но до этого еще далековато вот кстати хотелось бы упомянуть об одном персонаже который есть фильме но которого к большому сожалению вырезали из игры вполне понятно почему его вырезали это такая алия нож соответственно сестра пола дочка леди джессики герцоголита маленькая девочка вырезали ее по очень простой причине дело в том что там как бы с не связан такая достаточно странные неестественная история то есть она была в очреве матери качестве эмбриончика когда леди джессика выпила как расходу жизни вот и от этого у али еще состояние зародыша появились все способности преподобной матери то есть видеть будущее там обращаться к своим памяти своих предков то есть в не как бы сразу появилось много личности она осознала себя уже как бы мыслящим существом еще пребывая в утробе вот очень интересный персонаж ну фанаты дюны я думаю ее знают и любят те кто видел фильм помнят замечательную маленькую девочку которая там в конце будет зажигала там с ножом на трупах шикарный абсолютно образ вот она там чуть-чуть совсем принимает участие но очень эффектно выходит вот ну почему ее из игры убрали понятно дело в том что все таки вот в истории присутствуют такие физиологические подробности которые мягко говоря детям не рекомендованы а играет все-таки детский контент как на груди вот и естественно али тут нет вот это конечно немножко обидно но что делать так что у нас экология на половину работы по выращиванию семян они сделали проспектор бегает это хорошо тут люди работают уж никакого не переделайте в этот форту давайте уже 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 пора давайте это утро подождем я думаю уже да да все переделаю так шпионить этого сразу нет не хочет идти ну ладно тогда мы сделаем по-другому ну мы сейчас пошлем на на еще одного шпиона нет нихуя и тут не хочет то обидно ну ладно сейчас разберемся постепенно если чё в запасе будет еще страшно ну вот так что али тут нет к сожалению но это принципе понятно это обусловлено возрастным рейтингом потому что действительно подробности там этой беременности такой странный вот они тут как бы неуместны так у нас украли чане да ладно хорошо ждем когда чане вернут ждем до вечера так что случилось что опять случилось так так вот как как обычно все самое интересное пропустил пока пока мы сидели в пустыне со стилгаром аркони на напали вот сюда и получили в того смотреть судя по всему потери потери особо нет слава богу но тут да вот у этого как будто из 1310 так и осталось вот то есть случилось неожиданная попытка атаки так чуть ли я начал какую-то фигню пороть на самом деле надо было туда лететь на орнитоптере ну ладно не страшно следующий кричит заведующий так этот процесс просто должен никогда не прекращаться то есть как только прошпионили как только как только определили силы врага сразу в атаку что скажешь да вот он говорит что они сильно опасны или что ты иди бурни хелику ой ну тут даже забыли лазерный пистолетик ты как-то стал неаккуратен осталось вспомнить где я оставил орнитоптер нет это свой здесь и здесь свой есть ничего нет тут я оставил орнитоптер это эрксун табр вызываем туда червяка и потом возьмем там наш самолётик что у нас происходит то елки-палки поближе подлететь я так понимаю мы победили а месседж прибыл у дворец нет битва все еще идет очень серьезные ребята оказались аркунины вот ребятки говорят что они в принципе справиться потерял вот этот вот персонаж тут понятно почему он потерял он разведчик 1 вступает в бой то есть соответственно когда остальные только подходит он уже кидается на штурм и естественно несет первые потери конце концов это неизбежно так нам надо лететь в дворец так ребят видели да 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 дамка на едах она копыт на мозги вот эти самые звуковые модули про которые я говорил потихонечку оснащаем своих людей все более и более совершенным оружием ну понятно почему потеряли столько пока у нас дежурные пляски перед императором запросы растут данкан сколько у нас есть нормально да конечно все мы отдадим пошли так петь дни хорошо замечательно тупер хаваши нам скажет понятно все то же самое вот мама что нам скажет интересного мама нам говорит интересную вещь она говорит что мы уже в принципе готовы чтобы пить воду жизни я не уверен насколько мы готовы но попробовать можно на жизни у нас есть вот тут собственно куда меня не пускали но сюда зайдем сохранимся на всякий случай мало ли что ну хотя если мама говорит что можно то наверное можно так стилбер что ну все так естественно я выпил воду жизни отключился По книжке пол отключился там по-моему недели на три, то есть впал в самую натуральную кому. Ну вот здесь три часа. Ну вот все, да, Стилгард говорит, что его все дело пугает, потому что он никогда под такое не слышал, чтобы мужики воду в жизни пили. Вот теперь услышал. Нам надо лететь поближе к нашим войскам. До начала хотя бы дворец. Сейчас посмотрим и достаем до них отсюда. Достаем, но не дальше. Все-таки еще слабенькая у нас сила. Я не помню, у меня как-то получалось раньше при старых прохождениях вкачивать эту ментальную силу до того, что практически всю планету покрывал. Вот, а тут вот как-то не очень получается. Может быть подправили что-то в CD версии, я вот честно говоря просто не знаю. Так. А, нам надо слетать в форт, посмотреть нет ли там кого в подвале. Нет, в подвале никого нет. Жалко. Правда тут есть орнитоптер лишний. Вот мы его дадим. Он ему правда не нужен, но пусть будет. Там может пригодится. Потом освободим кого-нибудь в соседнем форсе, ему понадобится. О! Мужичок пошел шпионить, но в другую сторону. Ну что ж, пусть идет. Они доделывают форт, а он как раз к этому времени уже все там разведывает. Ой, как-то совсем. Совсем как-то мало ребята добывают. Так, стентуек. Хабания Харк. Хабания Харк. А где у нас проспекторы сидят? Кстати. Вот у нас где сидят проспекторы. Опять что-то случилось. Ага, вот собственно, да. То, что я от него и хотел. Закончил работу. Пошел дальше. Вот сюда и вот сюда. Вот. То есть вот у нас происходит вот такая вот арутинная работа. Оу! Граждане закончили. Горни Халик у нас вот тут вот, да? Соответственно. Послали. 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 Не до разведали, правда, ну ладно, пусть идут. Пока не дойдут, я думаю, он уже там определится, кто там есть в этом все еще, кого там в этом все еще нет. А вот этот вот пусть идет туда, где мы и Гурни Халик, и лазерный пистолетик. О, он говорит, что тут вообще никого нет. Но если там вообще никого нет, надо атаковать. Так, он его взял. Какая прелесть. Ну ладно, пусть они идут, они ему помогут переделывать этот форт. Бледен Харк. Такое тоже бывает, я как-то забыл о том, что такое тоже может быть. Вот, сейчас мы посмотрим, что тут. А, ну тут и нет ничего. Пустой сечь. Лады. Вот, процесс идет потихонечку. Ждем до вечера. Вот у нас тут гражданин пришел. Мы ему дадим лазерный пистолетик. И отправим шпионить. Вот, пока ребятки тут переделывают форт. Вот так вот потихонечку у нас идет процесс. Надо посмотреть насыщенность спайса. Ой-ой-ой-ой. Спайс ухо потихонечку кончается. Наркотиков все меньше. Пусть еще чуть-чуть они тут покопают. А потом... А то нам будет их перекидывать в другое место. Слетаем к экологам. Что у них тут? Половина работы сделана. Половина это мало. Надо больше. Улетели далеко. О! Так, он пока не знает, как они вооружены. Но я думаю, что когда мы подлетим поближе... А Гурин Халик у нас вот тут вот, да? Он уже будет знать. Ага. Вооружены ребята хорошо. Так, ну раз тут больше никого нет, Гурин Халик мы забираем с собой. И ждем до утра. Пока там ребята должны переделать... Ага, переделали. Так, ну такие в дальнее расстояние их лучше не посылать. Мы сначала пошлем в форс поближе, а потом уже оттуда... Оттуда уже бросим в атаку. Всех кроме одного, одного, пошлем шпионики. Так, ну вот, собственно, вот так вот процесс идет. К сожалению, это вот, ну не то, что такой скучный момент в игре. Но тут просто нужна методичность. И управленческие навыки. Раз спектры работают. Думаю, можно слетать куда-нибудь вот сюда. Пока что. И вот этих вот ребяток послать в другие места добывать спайсы. О, проспектор тут накопал нам хорошую делянку. И еще одну хорошую делянку нам накопал проспектор. Проспектор молодец. Его главное нигде не потерять, потому что это, повторюсь, уникальный юнит. Вот. Кроме него, их больше уже нет. Если его накроют, тут будет проблема. Шпионаж. А, ребятки, шумную толпою бросаются на штурм. Тут важна согласованность, чтобы они в одно время все пришли. Вот. Тогда, как правило, проблем не возникает. Мелотия в чем не будет. Мелотия в чем не будет. Окей. Кстати, может быть кто-то удивится, что я не говорю про другие как бы фильмы по Дюне. Я вот рассказываю все про фильм Линча. А есть же еще какие-то сериалы типа Дети Дюны там и так далее и тому подобное. Но честно говоря, я их видел какими-то кусочками и мне там чисто картинка не нравится. Я смотрел обзор на них. Ну, я не знаю. Там вот сериал есть. Там, по-моему, Дети Дюна называется, что ли там. У Атриис играет такой персонаж похожий на какого-то ирландского шахтера. Вот. То есть абсолютно как-то вот мне не согласовывается с образом из книжки Херберта. Потому что вот Кэл Маклахлин, он в образ попадает. У него просто на физиономии написано «порода». То есть такой благородный такой персонаж. А вот. А там какая-то такая простецкая физиономия. И даже когда еще увидел, только на постере уже так как-то покривился. вот. А потом еще посмотрел обзоры и, по-моему, у Красного Циник это было. Не уверен. Вот. Ну и судя по всему там такого навертели, что как бы смысла нет смотреть. Вот. Опять же то, что я боюсь сейчас будет у Дании Вильнёва. Собственно, я к Дании Вильнёва отношусь достаточно спокойно. Вот. Я у него видел, ну естественно, Сикарио. Я у него видел это прибытие или как оно называется вам прибытие, да. Вот. Бегущего по лезвию я просто смотреть не стал. Потому что я очень люблю старый фильм. Я не хотел портить себе карму. Смотреть что-то новое. Объясню почему. Дело в том, что сейчас в Голливуде и в лучших домах Филадельфии, ой-ой-ой-ой, как получилось. В разбивочку ребята подошли. Боюсь сейчас будут потери. Потери это плохо. А нет, пока 60 человек убил, никого не потерял. Это радует. Ну так вот. Дело в том, что сейчас в Голливуде установлены очень жесткие правила. Даже если они, например, не прописаны на бумаге нигде, да. Но все равно они работают. То есть есть как бы вот это вот негласные вот эти законы. А в последние годы, по-моему, их даже уже официально прописали, например, там на церемонии вручения Оскара, там какие-то квоты, да. в фильме, если это блокбастер, там выходит там на большие экраны, массовый прокат, то там должно быть определенное количество актеров-негров, там определенное количество женщин в главных ролях. 120 человек убил, никого не потерял, хотя наших меньше. 450 убил. Ну какой хороший парень. Ну вот. И как бы вот эти вот квоты, да, и все вот эти вот неписанные правила, там толерантность, там что кто-то должен быть, я не знаю, гей, я не против геев. Но когда их пихают вот туда, где их в принципе не предусмотрено, ну это глупо выглядит. Вот. То есть квоты на женщин и так далее и тому подобное. Обойти это невозможно. И ради этого приходится корёжить сюжет. То есть даже самый изощренный сценарист, он себе башку сломает. Ну вот как. Вот в Дюне, например, да. То есть тут, грубо говоря, ну мужиков больше, чем женщин, да. То есть среди персонажей. Ну и что делать. Мы уже знаем, что делать. То есть на роль, по-моему, Льета Кайнза, если я правильно понял, там взяли бабу. Чёрную. Ну вот как это. Ну что это такое. Ну вы экранизируете роман или чем вы занимаетесь. Вот. Поэтому меня вот эти вот моменты, просто они раздражают. Не потому что я против того, что в кино были женщины. Ради бога. Пусть будут. Пусть они будут уместны. Пусть они будут на своих местах. Вот. А тут ради этого приходится сюжет корёжить. Вот. Ну, я не знаю. И поэтому я вот в новое кино, в принципе, не верю. То есть, потому что я понимаю, что режиссёр, у него, по-моему, сейчас голову болит гораздо больше, как вот эти вот все правила утрясти, чем чтобы снять какой-то внятный фильм, там, правильно всё изложить, там, передать какие-то дуди характера, там, настроение. О, 1350. Какой хороший человек. Вот. Поэтому, при всем уважении к Дани Вильнёву, ну, тем более, что, я не знаю, прибытие, у меня большого впечатления не произвело. То есть, фильм красивый, то есть, то, что Дани Вильнёв уметь снимать красиво, это я понял. Вот. Фильм красивый, ну, мутный и нудный. Вот. То есть, как-то у меня не сильно порадовал. А, вот. Вот Сикарио, естественно, порадовал. Тут базара 0. Ага. 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 Нам пришла почта. Нас хотят. Еще 800. Красавчик. Пора лететь. Угу. Сейчас тут дамка на едах должен. Сюда. Так. Проспектор закончил. Ага. Сейчас. 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 Я иду. Я иду. Так. Мы победили. Проспектора сразу послать, пока не забыл. Иди работай. Сюда. Потом сюда и сюда. Вот мы уже начали Харконецкие территории осваивать потихонечку. Оператор Шаддам 4. Ну вот. То есть. Прибытие вот это вот меня не впечатлило. Сикарио, естественно, впечатлил. Сикарио фильм прекрасен. Ну вот. То есть. Тут слов нет. Но там в основном. Сам в основном, по-моему, заслуга сценариста, который снимал и ветреную реку. Ту же самую. То есть он и он вытянул по большей части именно по части смыслов. Естественно, это не Вильнюф там. Все красиво снял. Вот. Актеры там прекрасные. Актриса замечательная. А, the answer is just come. Вот. Но. Вот. Что касается новой Дюны. Ну, я не знаю. То есть тут же становится та же самая проблема, что была у Линча. Очень большой материал. В одно кино его не впихнуть. То есть если там размусоливать все, что там написал Херберт, это целая серия фильмов должна быть. А если не размусоливать и резать по живому, плюс еще с соблюдением всех вот этих вот идиотских правил, да. Ну, надо. Так. Тут у нас только ножики, ничего нового нет. Ну, что. Может быть, Гурень Хелико им оставить пока. Вополнение очень нужен. То есть здесь. Тщани пока не видим. Три опасных Арконина. Ну, этих опасных Арконина мы ели на завтрак. Ну, я думаю, что можно сделать паузу. Хотя закончу про новую Дюну. То есть и мало того, что вот эти вот все путы толерантности и прочих правил, да. Прочих квот там на всяких странах персонажей. Вот. Плюс еще остается та же самая проблема, которая была у Линча. То есть или умещать все, что Херберт придумал в кино. Но тогда это надо на несколько больших фильмов. Какую-то франшизу надо делать. Да. Причем такую, достаточно заумную, которая подросткам может не зайти. Вот. И, соответственно, скорее всего, кто этого делать не будет. То есть будут делать что-то зрелищное такое, что зайдет подросткам. Ну, там один Джейсон Момо уже как бы намекает, да. В роли Данкон Найдаха. Вот такой девочковый персонаж симпатичный, да. И няшный мальчик на роли Пола. Тоже видели мы все эти фотки. Они как бы не сильно вдохновляют. Вот. Так что, скорее всего, это будет что-то такое легкое и воздушное. То, что зайдет к подростковому контингенту. То есть, плюс, эти вот толерантные все дела. И боюсь, что смыслы романа они либо потеряются, либо их перекорежат так, что мы эту Дюну вообще с того дому знаем. Вот. Такие вот у меня опасения. Ну, конечно, будем посмотреть. Подождем первых отзывов. Ну, потому что я вообще не любитель смотреть новое кино сразу. Вот. А тем более, когда дело касается вот таких вещей, как Дюна. вот. Так что так. Все. Пока. Делаем паузу. Ну, и, наверное, еще за пару серий мы это дело добьем.